Всем привет! Давно не было видео о покупках, о новинках. Я решила не просто освежить свою косметичку, а также добавить на канал новые свежие бренды, на которые я раньше не обращала внимания, но которые буквально всколыхнули бьюти мир, которые интересуют многих из вас, поэтому не буду затягивать. Давайте начнем! Я скажу вам честно, что я очень долго сопротивлялась и ничего не заказывала от бренда Charlotte Tilbury. Не потому что мне неинтересна эта косметика, скорее даже наоборот. Мне очень нравится философия бренда, потому что я за то, чтобы подчеркивать естественную красоту, а не перекраивать то, что нам дано природой. И я как-то даже боялась разочароваться в том, что все нахваливали, все вот говорили, что это какая-то фантастическая косметика, которая нужна каждой девушке, которая подойдет каждой из нас. И пока я не добралась до тестеров, я ничего принципиально не покупала. Я также долго стояла, выбирала. Если бы мой комод не валился от всего добра, я взяла бы гораздо больше. И для начала я купила два средства. Давайте начнем с помады, о которой вы наверняка наслышаны. И я все-таки добавлю ложку дегтя в бочку меда. Это помада под названием Pillow Talk. Мне очень нравится упаковка, такое розовое золото. Причем все как-то жалуются на упаковки, а мне показались они вполне себе достойными. Сам цвет в тестере и в упаковке выглядит настолько красивым. И мне казалось, что да, это идеальный такой коричнево-розовый, не слишком светлый нюд. Но когда я нанесла ее на губы, во-первых, она подчеркнула мне все шелушения. Хотя я не могу сказать, что в тот момент мои губы были в каком-то плохом состоянии. Это раз. Во-вторых, сам оттенок конкретно на моих губах, на моей внешности. Возможно, это какая-то моя личная особенность, но он вообще не так смотрится, как на остальных девушках и на всех свотчах, которые я видела в интернете. А самое большое расстройство в том, что когда я улыбнулась, то я поняла, что он еще и подчеркивает желтизну зубов. То есть он слишком теплый. В нем для меня лично слишком много рыжины. Я не говорю, что это плохой цвет. Он красивый. Но мне он не особо подошел. И текстура помады оказалась слишком сушащей губы. Какая-то фантастика произошла. И да, я немножко жалею, что я купила эту помаду. Но если вы очень горите, если вы хотите попробовать, то стоит заказать. Но лично я все-таки останусь при своем мнении. И моя вторая покупка это флоулес фильтр. И я сейчас нахожусь в небольшом ступоре, потому что я даже не уверена, как именно заявленная эта вещь на сайте и в точках продажи. Или это тональная основа, или база под макияж, или же жидкий хайлайтер. Я использую по-разному, в зависимости от того, в каком состоянии моя кожа в определенный день. Само средство продается в стеклянной баночке с таким большим спонжем. Поэтому мне кажется, что производитель предполагает локальное нанесение. То есть не прямо на все лицо, а на определенные партии. Когда я сделала первый сводч, я поняла, что мне это срочно надо. Потому что я люблю, когда кожа переливается. Когда она сияет, но нет никаких блесток. И мне кажется, что по эффекту на кожу, это в каком-то плане даже похоже на жидкую версию пудры от Armani. Которая неонют. То есть это и небольшое покрытие, и очень красивое свечение. Как будто у вас такая напитанная, здоровая, молодая кожа. И я пробовала наносить на все лицо. Если не припудривать какой-то хорошей матирующей пудрой, то в конце дня может быть, ну такое как бы месиво на лице. И оно также может подчеркивать поры. Поэтому больше всего и чаще всего я или смешиваю с другими тональными основами, или наношу на выступающие участки лица. Или же даже иногда смешиваю с плотными консилерами для того, чтобы подсветить область под глазами. Если вы любите всякие такие благородно сияющие средства, я думаю, что вы оцените. И оттенок, который мне помогла выбрать Вика Моисеева в номере 2. Несмотря на то, что он кажется слегка желтым в баночке, на коже он довольно нейтральный. То есть он не желтит, но и не слишком белый. И мне кажется, что как раз славянским девушкам он больше всего подойдет. Но там такая обширная цветовая линейка, поэтому каждый найдет что-то для себя. Я очень довольна вот этой обновкой. И если вы ищете какие-то альтернативы, то у марки Катрис есть база под макияж. Она дает похожий эффект, чуть меньше сияния. И также у Кико есть похожее средство. Вот мне кажется, что это самый близкий аналог. Так что теперь вы знаете, чем это можно заменить. Но я довольна. Как же много было запросов на The Orner. Я могу вас понять, потому что составы впечатляющие, бренд доступный и масса хвалебных отзывов. Я обратилась к вам. Спросила в инстаграме, чем пользуетесь вы, что любите вы. И вы мне столько всего нарекомендовали. Спасибо большое. Мне жалко было, что у меня всего одно лицо. Я на самом деле все пробую на себе. И такие активные средства нужно очень постепенно и аккуратно внедрять в свой уход. Так как у нас осень и зима, это идеальное время для того, чтобы делать всякие кислотные пилинги. Поэтому, конечно же, я сразу заказала нашумевший кровавый пилинг с 30% фруктовых кислот и с 2% салициловой кислоты. Это очень грамотное сочетание двух видов кислот. Потому что мы не просто отшелушиваем омертвевшие клетки, но и также салициловая кислота проникает в поры и убирает оттуда все загрязнения. Только не за один раз все кислотные пилинги лучше проходить курсом. Я не советую делать этот пилинг чаще, чем 1 раз в месяц, потому что он довольно активный. Я не могу сказать агрессивный. Но если вы никогда не пользовались такими средствами, то не держите максимально 10 минут, а ну так 2 минутки для начала. Я как продвинутый пользователь решила подержать 4 минуты и не пожалела об этом. Все было нормально, но я заметила впервые за долгое время некоторые шелушения, например, в области крыльев носа и также на лбу. Я пока что не планирую держать его дольше и в следующий раз я воспользуюсь им где-то недели через 3. Кожа действительно обновляется, она более такая свежая, даже подтянутая. И всегда помните об использовании SPF после таких средств, только не на ночь, понятное дело, а пользуемся SPF днем. Мне также понравилось то, что у него красный цвет. Благодаря этому мы видим, куда мы наносим и сколько наносим. То есть стараемся не попадать на слизистую, под глаза тоже не наносим. Все очень подробно написано в инструкции, очень простое и работающее средство для домашнего использования. Я могу только похвалить. А во втором флакончике скрывается сыворотка с неоцинамидом, его здесь 10% и с цинком. Оба вот эти компонента и подсушивают, и осветляют, также хорошо подходят для проблемной кожи, для тех, у кого расширенные поры, у кого есть какие-то несовершенства. Причем вовсе не обязательно его наносить прямо на все лицо. Если у вас появляются какие-то прыщи, скажем, то точечно наносим и это работает не хуже, чем Эфоклар Дуо от La Roche-Posay, который я люблю нежной любовью уже на протяжении практически 6 лет. Это мой постоянный любимец, вы знаете об этом. Но Эфоклар не всегда годится для локального использования. То есть на само воспаление не очень хорошо его наносить, потому что иногда после него остается красное пятно, оно проходит спустя несколько дней, но есть такой момент. Вот эта же вещь очень хорошо работает именно территориально. То есть куда мы его наносим, нет никаких ожогов. Но воспаление становится меньше, они быстро заживают. И даже если есть какой-то прыщ, он появляется, я наношу и он потухает на следующий день. Для меня просто гениальная находка. Спасибо вам за наводку, потому что я бы сама даже не додумалась. Одна девушка, моя зрительница в инстаграме написала мне, что Оль, это практически то же самое, что Эфоклар Дуо, только более нежно, не вызывает никаких шелушений. Я, конечно же, рисковая женщина, вы тоже в курсе. Я и на все лицо пробовала наносить, нет ни стянутости, ни шелушения, ни каких-то там покраснений. Я прям обалдела. Мне действительно очень сильно понравилось. И на этом мое знакомство с брендом, точнее продолжение дружбы с брендом однозначно не заканчивается. Я сделала небольшой заказ на Look Fantastic, ну как, относительно небольшой. Мне точно так же, как другим блогерам присылали их адвент календарь. Я не снимала распаковку, но сегодня в конце видео я сделаю небольшой розыгрыш. Календарь уже, к сожалению, недоступен. Но вообще, благодаря их вот таким бьюти боксам я познакомилась с очень многими средствами. Поэтому обязательно заглядывайте к ним. Еще 11 ноября у них стартует день холостяка. Будут дополнительные скидки и акции. Поэтому кое-что из хотелок вы можете приобрести по более доступным ценам. Я уверена, что к Черной Пятнице они подготовят что-то интересное. Поэтому сразу отправляйте себе что-то в ваши хотелки, в ваш фиш-лист. И потом можете это все купить чуть более выгодно. В последнее время очень много внимания привлекает на себя бренд Элемис. Это британская марка. Ею пользуются звезды, вокруг нее много шумихи. У меня было несколько средств. И опять же, это средство попалось мне или в каком-то бьюти боксе, или же в прошлом адвент календаре. Сейчас уже затрудняюсь ответить, но оно точно было в моих фаворитах прошлого года. Именно поэтому я решила его обновить. Потому что, по моему мнению, это один из лучших, если не лучших, у меня даже других нет, энзимный пилинг с папайей. Есть такой компонент, как папаин. Это такое отшелушивающее и смягчающее кожу вещество. Конечно, это не единственный активный компонент в этом крем-пилинге. То есть, это не классический пилинг со скрабирующими частичками. Это просто крем, который мы наносим как маску на лицо, держим 10 минут, и после него кожа настолько мягкая, как у моих детей. Это не просто работает, это ощущается на лице. Ты видишь, что оно имеет более такой ровный оттенок. Кожа при этом, знаете, не раздраженная, она не разъяренная, она не красная. Эта вещь работает максимально бережно с вашей кожей, это и легкое отшелушивание, то есть, это не так, как наждачкой потереть по лицу, но вы чувствуете и увлажнение. Кожа по тактильным ощущениям очень приятная и аромат, аромат заслуживает отдельной похвалы и, конечно же, расход. Вот этого крем-пилинга мне хватило больше, чем на год. Вы видите, в пустых баночках. То, что у меня сегодня на губах, это тоже новинка, помада от марки Нарс. Я надеюсь, что правильно произнесу. Оттенок называется Букара. Такой красивый, благородный, бархатистый финиш. Несмотря на то, что сегодня у меня какие-то даже непривычно мне очень пересовшие губы, она все равно очень красиво ложится, не слишком плотным слоем и не подчеркивает шелушение. Меня представители бренда порадовали в честь 25-летия. Вот представляете, у нее день рождения, подарки они дарят другим. Я видела, что там есть и матовые помады, вот такие, как у меня, в других цветах. Очень красивые оттенки, такие приглушенные и пыльно-розовые, как вот этот, и более нейтральные. Вообще цветовая палитра, конечно, обалденная. И видела, что также есть такие более уложняющие, полупрозрачные. Я решила поделиться, так что три оттенка из того, что у меня есть, я разыграю в конце. Вы знаете, что я очень часто хвалю средства Нарс для губ, потому что у них какие-то такие совершенно другие текстуры, которые ложатся по-другому и ощущаются, и при этом они стойкие. Я вчера с вот этой помадой проходила с утра и до вечера. Я, правда, немного ела, но она держится прекрасно, и их лимитки это вообще отдельная тема для разговора. Я и сама стараюсь их не пропускать, всегда так потираю ручки и жду, что они там подготовят на новый сезон. Нужно проверить, что у них будет к Новому году, потому что это всегда какие-то новые текстуры, многофункциональные средства. Даже когда я смотрю что-то там у профессиональных визажистов в кейсах, я очень часто вижу средства Нарс. Если вы ищете хорошую, качественную, добротную помаду для губ, то обязательно обратите на них внимание. А если вы не планируете покупки, то обязательно участвуйте в конкурсе. Так как моя любимая пудра от Too Faced заканчивается спустя два года очень интенсивного использования, и я искала ей замену. Мое внимание привлекла пудра от Bytery. Это гиалуроновая пудра, и мне также понравилось то, что здесь в составе нет талька. Здесь всего два ингредиента, это силика и гиалуроновая кислота. С одной стороны, я хотела бы очень сильно похвалить эту пудру, потому что она и фиксирует макияж, и при этом она как бы делает кожу матовая, она скрывает поры, она не подчеркивает морщинки. И с ней очень комфортно, при том, что я делаю кислотные пилинги, иногда использую стойкие тональные средства. Иногда кожа просто, знаете, плохо реагирует на смену каких-то погодных условий, и она как бы обезвоженная. Но с другой стороны, мне не очень нравится то, что она немного все-таки выбеливает кожу. То есть я наношу свой стандартный тональный крем, и потом бац, я становлюсь светлее. Возможно, я использую больше, чем нужно. Но она хорошо фиксирует и держит макияж на протяжении очень-очень долгих часов, и я могу на нее рассчитывать. И я бы сказала, что да, она вам нужна. Но еще один момент. Это то, что она делает такой флешбек, то есть когда вы фотографируетесь, то в те места, куда вы нанесли пудру, она вот как бы выбеливает сильно на фотографиях. И также она не подходит для бейкинга. То есть она будет пересушивать и делать кожу такой не очень приятной. То есть под глаза в таком обильном количестве вообще нет. Но если вы ищете хорошую фиксирующую пудру, если вы любите тяжелый люкс, если вы ищете пудру без талька. Я также читала отзывы, кто-то говорит, что они что-то там домешивают, тальк появился. Я смотрю на состав, я прочитала то, что заявлено на Look Fantastic. То есть у меня даже упаковка, здесь талька в составе нет. Пудра очень мелкая. И возможно, я наносила ее больше, чем нужно. Есть такая вероятность, но я пробовала по-разному. Но то, что макияж выглядит с ней безупречно до конца дня, это факт. И мне с ней комфортно. Конечно, когда я выбираю какую-то увлажняющую, сияющую тональную основу, то все более чем прекрасно. Мне настолько комфортно, мне нравится, как это выглядит. И если я не фотографируюсь, то у меня нет никаких нареканий. Когда мы с моей любимой кошечкой, с Викой, были во Франции, я рассказывала, что меня очень сильно обсыпало. И, конечно, это дело прижигало. И перелет, и все это повлияло на то, что моя без того сухая кожа стала обезвоженной. И, ну, такой не самый свежий, не такой сияющий. И я уже не знала, чем спасаться. Вика говорит, подожди, я знаю, что тебе может помочь. У нее есть такие миниатюрки, которые она всегда возит с собой. Она там их переливает и просто берет сэше. И она дала мне попробовать несколько средств. И одним из них был крем от Веледы. Выглядит он вот так, называется Skin Food. И когда я намазалась, и моя кожа моментально сказала мне спасибо. Это была как мега питательная маска. Вот моя кожа прям так все это выпила. И так отблагодарила меня свежим, сияющим видом. И это даже был такой защитный слой от климата, от ветра, от, ну, не самых благоприятных условий, при которых кожа обезвоживается, становится такой тусклой, нездоровой, шелушащейся, когда все морщинки подчеркнуты. И я скажу сразу, что эта вещь не подойдет тем, у кого очень жирная кожа. Если вы не любите жирные текстуры, то это вообще не для вас. У Вики, насколько я помню, комбинированная кожа. Несмотря на это, это один из ее фаворитов. Этот крем подходит не только для лица, но также для тела, для всех сухих участков. В составе здесь есть и натуральные масла, и натуральные экстракты, также смягчающие компоненты. И это такая довольно плотная текстура. Вот так это дело выглядит. Но когда распределяешь по лицу, то все нормально, крем превращается в прозрачный. Но опять же, если ваша кожа не настолько обезвоженная, если вы не приемлете вот такие защитные кремы, то я думаю, что для вас это будет слишком. А если у вас гиперсухая кожа, которая именно нуждается даже в защите от мороза, в холодное время года, то вы оцените. Я тогда была в таком состоянии, что я даже наносила эту вещь под макияж. Представляете? И, конечно, если, например, для лица вам не подойдет под макияж или на ночь, для меня сейчас вот этот крем будет очень хорошим вариантом. Поверх, например, сыворотки с неоцинамидом и с цинком, которые, ну, я не ощущаю, чтобы они там подсушивали, но я люблю восстанавливать свою кожу. Или же можете пользоваться вот этим кремом, который еще имеет приятный такой натурально-цитрусовый аромат в качестве питательной маски. Например, опять же, после использования кислотного пилинга. Очень хорошо питает кожу, очень хорошо восстанавливает. Я не устану благодарить Вику за такие чудесные находки. Мы с ней там много болтали, она мне много всего нарекомендовала. И несмотря на то, что у нас и разный тип внешности, и разный тип кожи, у нас очень часто сходят сомнения по поводу косметики. И по поводу каких-то текстур, и стойкости, и всего остального. Так что вот такая вещь на зиму, на осень, на весну и лето, конечно, этого будет слишком много. Но сейчас я понимаю, что вот эта вещь поселится в моей косметичке надолго. То, что меня не то чтобы не впечатлило, я вообще не понимаю, не ощущаю, не вижу, что делает эта знаменитая эссенция от бренда Fresh. Дорогущая марка, и я так на неё рассчитывала. Ну, столько хороших отзывов, я даже начала думать, что со мной не так. Я использовала довольно много. Как видите, состав попадает прямо в сердце. Ты понимаешь, за что ты отдаёшь свои деньги. Но по факту, эта эссенция и не увлажняет, и не смягчает кожу. Даже по сравнению с корейскими, она не делает вообще ничего. У неё очень жидкая текстура. Если говорить о эссенции от Миша, которой я пела оды, и она как-то пропала из поля моего зрения, потому что там, где я её обычно заказывала, её просто-напросто нет в стоке. Я не могу её поймать, я плюнула и решила попробовать что-то новое. Так вот, если даже сравнить её вот эту с другими тониками, просто увлажняющими, она никаким образом не сказывается. Вот Миша, например, она настолько хорошо сама по себе увлажняла мою кожу, с ней было и меньше высыпаний, меньше воспалений, меньше каких-то непонятных ситуаций. А вот эта, не знаю, она привлекает только своей ценой, своими отзывами и ингредиентами, которые, к сожалению, на мне не сработали. То же самое я могу сказать о маске вот этого бренда, тоже с чёрным чаем. Я пользовалась им такой, которая instant, то есть наносишь на несколько минут, и у них ещё есть ночная. В общем, которая поплотнее и полегче. Которая полегче, да, она прикольная, но она 100 евро не стоит. И она работает ничуть не лучше, чем маска за 20, может, 23 доллара от бренда Хэймиш. Это тоже довольно дорого, но 100 евро, это просто какая-то заоблачная цена. Я, конечно, допользуюсь, потому что мне просто жалко потраченных денег, но как мёртвому при парке, знаете, говорят. То же самое с этой эссенцией. Тональная основа, которая вызвала у меня зависимость, она подвинула все остальные. Я сейчас буквально религиозно ею пользуюсь. И когда я увидела название Glow, я поняла, что да, нужно взять попробовать. Насколько я помню, это вообще первый декоративный продукт от Ши Сейду, моей косметички. И я более чем довольна. Но опять же, если у вас комбинированная кожа, если она жирная, то не факт, что этот тон будет держаться у вас точно так же хорошо, как у меня. И для вас этого сияния не будет слишком. Я видела, что сейчас у них вышел новый тональный крем. Я обязательно его закажу. Надеюсь, что он также меня порадует. Он у меня в оттенке нейтральный 3. Вообще, у них есть хорошее разделение на тональное средство с розовым подтоном, с нейтральным и с жёлтым. Это очень удобно. И есть большая вероятность того, что вы попадёте в нужный вам цвет. Скорее всего, на зиму, если я стану совсем бледной, я закажу себе нейтральный номер 2. Конечно, если вот так присмотреться к баночке, то можно заметить сияющие частички. Но на лице я их вообще не наблюдаю. И она и увлажняет. Она придаёт свечение. Если сравнивать с YSL, с Эфсон Лоран Тушекла, то это совершенно другое свечение. И он не фиксируется на лице. Он просто усаживается, гарантирует вам комфорт. Если у вас сухая кожа, то достаточно воспользоваться любой фиксирующей прозрачной пудрой. До конца дня всё будет замечательно. И вы знаете, несмотря на то, что у меня есть расширенные поры, мимические морщинки и неровная текстура иногда, он каким-то чудесным образом это всё не подчёркивает. Мне очень подошло и очень понравилось. И, к сожалению, бренд Shiseido не присылает мне свои пиар-рассылки. Но я прям влюбилась. И мне кажется, что если у вас сухая, обезвоженная кожа или возрастная, то на вас вот это сияние, вот это дополнительное свечение будет создавать такой более холёный, более отдохнувший и свежий вид. Если вы пользовались этим тоном, обязательно напишите в комментарии внизу. Любой отзыв. Это будет полезно не только мне, чтобы я знала, что говорить о нём в следующих обзорах, учитывая все моментики, но и также другим девочкам, которые не просто смотрят видео, но и всегда спускаются вниз и читают, что думают остальные. Но мне он подошёл просто безупречно. Теперь несколько слов, таких первых впечатлений о бренде Medicate. Я тоже к нему долго присматривалась. Мне хотелось попробовать. Особенно меня интересовала их сыворотка с витамином С, которая от С-Тетра. И ко мне обратились представители Look Fantastic, сказали, что у них эта марка скоро будет представлена в продаже. Не хотела бы ли я попробовать? Я такая, конечно, это я давно хотела. Я смотрю Машу Серд, и это один из её таких фаворитов последнего времени. Вот на протяжении последнего года я опять же постоянно вижу Medicate, Medicate. Чем славится эта марка? В принципе, так в двух словах. Своими инновационными составами. И в этом плане мы платим за профессиональную марку, которая инвестирует в современные разработки. И говорят, что у них витамин С именно в стабильной форме. Здесь жирорастворимая форма витамина С, аскорбиновая кислота в сочетании с витамином Е. И покупая одну такую упаковку, вы получаете две сыворотки по 15 мл. Тоже довольно мудрое решение. И сыворотка имеет маслянистую текстуру. Я думаю, что если у вас жирная кожа и комбинированная, то осенью и зимой будет нормально. А вот весной и летом у меня есть сомнения. Но вот этот жирный хвост для витамина С очень важен, потому что именно он помогает проникать витамину С в глубь нашей кожи, оказывать антивозрастное действие, антиоксидантное. И омолаживает нас, да, витамин С освежает кожу, выравнивает её текстуру. И можно долго петь оды о самому витамину С. Насколько это действительно эффективно по сравнению с тем, чем я пользовалась. И много обещаний. Посмотрим. Пока что у меня очень приятное впечатление, потому что для меня такая маслянистая форма сыворотки это уже очень хорошее увлажнение и питание моей кожи. То есть такой не то чтобы защитный слой, но уже хорошая подготовка кожи к основному уходу. То есть я наношу её после моей вот этой несчастной эссенции, и кожа уже очень мягкая, она даже не просит о дополнительном увлажнении, но все сыворотки нужно обязательно закрывать. Вообще всё, что касается люксового ухода, на то, что я готова, прям готова потратиться, это именно сыворотки. Крем можно выбрать и попроще, дневной, ночной, там как хотите. Но всё-таки мне захотелось проверить, как это будет работать именно в сочетании с родным кремом, с витамином С, тоже из линейки С-Тетра, тот же бренд, и здесь ещё и SPF 30. Но он не выбеливает кожу. К сожалению, я даже не посмотрела, какой именно здесь SPF. Крем имеет лёгкую текстуру, он такой немного как бы взбитый, кажется плотным, но он тает на коже. И сочетание сыворотки и крема идеально. Под макияж на каждый день. И вечером я не использую его, так экономно всё расходу. Но первый такой затест меня более чем порадовал. Ещё марка Medicate очень славится своими средствами с ретинолом. Пока что я не добила свой уход именно с ретинолом. Я не хочу миксовать, я не хочу переходить сразу на что-то другое, поэтому он у меня закрыт. Но сыворотка также продаётся в тёмном стекле. Я прям балдею от такого формата. И пипетка. И у меня это сыворотка с тремя десятыми ретинола. Я попробую и потом поделюсь с вами каким-то мнением. Но пока что слишком рано что-то говорить, потому что он только в упаковке. Вы знаете, сколько бы я ни читала, ни исследовала информацию на тему Medicate, я ещё не видела ни одного негативного отзыва, так что я очень рассчитываю на него. И последнее, на что я очень долго облизывалась из ухода и никак не могла решиться, это маска от марки Philorgo. И знаменитая Mesa маска, это французская марка. Здесь есть и эластин в составе, и коллаген. И она не просто уложняет кожу, она должна придавать ей сияние, выравнивать текстуру за счёт вот этого наполнения, как бы изнутри. И сама маска продаётся в очень красивой упаковке. Я её пользовалась два раза. У неё минимальный расход. Здесь также есть какой-то инновационный компонент, полисахариды. Честно говоря, я прям не углублялась в эту тему. Я сначала просто намазалась, а потом уже начала о ней читать. Она также осветляет кожу, ну в том плане, что если есть какие-то покраснения, красные точки после прыщей, она делает оттенок кожи более равномерным. И её также советуют использовать курсом. На неё множество положительных отзывов. И вот текстура плотная, но она очень приятно наносится. Я держала её где-то 20 минут, потом всё без проблем смывается. И кожа после неё благоухает. Она такая отдохнувшая. Ну я не могу говорить, что прям более молодая, да. Просто такой более свежий, отдохнувший вид, как после посещения косметолога или после какой-то спа-процедуры. Я давно хотела, и я не пожалела. Ну и конечно в конце самое интересное, это конкурс. Я приготовила несколько подарков от себя. Я уже не стала вам показывать адвент календарь Look Fantastic, который мне также прислали. За это отдельное спасибо. Но он уже распродан, это раз. А во-вторых, было довольно много обзоров. Вы знаете, что там было очень достойное наполнение, которое в разы дороже, чем стоимость самого адвент календаря. И я достала, пожалуй, самое дорогостоящее из того, что там было. Это крем от Elemis и знаменитый прокалаген с морскими водорослями. Он у меня также есть, я все никак к нему не доберусь. Так что я не вижу смысла складировать это все, как хомячок. Так что положу в подарок вам в том же адвент календаре был знаменитый мист от Amaravitsa. Это венгерская марка. Он идет с минералами. Здесь мельчайшее распыление, которое я не встречала в других брендах. Можете использовать его и поверх макияжа, и вместо тоника. И он в этот раз представлен вот такой лимитированной упаковке. У меня же он есть в самой обычной, кстати, это стекло. Также там была миниатюра маски от марки Philorgo. Здесь 15 миллилитров. Хватит не на один раз. Ее не нужно наносить прям сразу всю. Так что на несколько раз для того, чтобы попробовать, мне кажется, что это очень хорошая идея. Это три помады от марки NARS. Также вот такой концентрат, увлажняющий под глаза от марки Clinique. Я им пользуюсь сейчас. Также наносите небольшое количество. Дает очень хорошее увлажнение. Он такой слегка липковатый. И можете наносить поверх еще крем, но мне достаточно даже вот этого самого увлажнения. Еще буквально недавно представители Pixi, как всегда, прислали огромное количество всяких средств. И меня одной не хватает на то, чтобы все попробовать. Я периодически показываю вам своих любимцев. Тоники я вообще покупаю сама. Я с уважением отношусь к этому бренду. И у них есть декоративная, уходовая косметика. И сейчас у них вышла лимитированная коллекция совместно с другими блогерами. Я хотела бы разыграть палетку с хайлайтерами, которую вы можете использовать в качестве теней, потому что здесь есть красивенная бронза. И такой дуахром тоже розово-лилово. В общем, такой холодный оттенок. Вы можете их смешивать. Очень красивая палетка. Так и хотела сделать свочин. Думаю, нет, Оль, ну у тебя так много всего. Нельзя. Нельзя так поступать. Так что хотелось бы порадовать кого-то из вас. И еще была палетка в таких тепло-бронзовых. Даже здесь вот вижу, есть ягодный цвет теней. Я думаю, что качество вас порадует, потому что зачастую лимитки совместно с кем-то еще на уровень лучше. Вот так что я буквально отрываю от сердца все это. И хотелось бы, чтобы это отправилось кому-то, кто хочет поэкспериментировать с макияжем, попробовать что-то новое. И еще в адвент календаре я нашла две кисточки для макияжа глаз. Подумала, что это будет хорошее дополнение к призу, к палетке, что вы сразу при помощи вот этих кисточек сможете выполнить макияж. Это бренд Люкси. Я даже не хочу их трогать, чтобы не пачкать. Вот такие запакованные отправятся к вам. Очень хорошие отзывы на этот бренд. Попробуйте вместо меня, потому что у меня всего в достатке. Все условия я, как обычно, оставлю в инфобоксе. Я надеюсь, что вам было интересно послушать о новых брендах, о новых средствах, которые появились у меня. На этом будем прощаться. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.